Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня у нас будет выпуск дропа скинов на Сайбершоке. Как вы знаете, у нас есть система дропа, которая дает возможность игрокам, которые купили премиум аккаунт, получить дроп. Сумма варьируется, но хороших отзывов достаточно, шанс у многих есть, поэтому это очень интересный бонус к самой подписке. Ну и понятное дело, я иногда провожу такие розыгрыши в роликах. Тут уже играть не рандом, хотя отчасти где-то будет играть. Тут больше будет играть победа. Я собрал список заданий, которые я буду сегодня говорить ребятам, и они будут это выполнять, и победитель будет получать очень ценные призы. От 3000 до 4000 просто моментом. На этот выпуск мы потратили около 30000 рублей, поэтому буду рад, если такое же количество будет и в лайках. Не забудь подписаться, если ты тут впервые, ну а мы начинаем раздавать дропчики нашим игрокам. Давайте начнем с новой карты, которая добавлена в режим АВП. Сейчас она вам понравится. Заходим на 38 сервер, и сейчас сюда должны прилететь люди. Я сильно обосруюсь, если сюда никто не придет. Первый игрок есть. Второй есть. Третий есть. Четвертый есть. Уже, уже рабочая схема. Уже рабочая схема. Давайте я вам покажу, что это за карта. Она называется АВП Кэнонс. И по сути, этот режим называется еще АВП Бэхоп. То есть, тут включенный АВП, вы можете прыгать туда-сюда. Но самое главное, тут есть такие вот телепорты, которые дают вам возможность просто перемещаться по карте моментально. И самое главное, здесь нет отдачи. И поэтому любой килл, он попадает туда, куда вы целитесь. Эта карта захайпила в ТикТоке. Сейчас я вам покажу этот клип. И он набирает огромнейшие просмотры. Чуть ли не миллион. Вам дается прямо сейчас 5 минут. Кто делает большее количество фрагов, тот и побеждает. У нас пока что какая ситуация? Первое место у нас игрок по имени Хубжи. У него 4 фрага. А у противников Фрюкуэс, который до сих пор жив, и он уже сделал 4 фрага. Так, так. Ну, ну. Попадает. Ай-яй-яй, какая подстава. Блядь, в чем рофл сидеть, блядь, на спавнах, нахуй, и, блядь, стрелять оттуда? Вот пошел, 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 агресс. Это шикарно. Есть эмоции. Даня, 4 фрага. Даня сейчас сделал красивейший мув, и он получает уже 6 фрагов. И если что, он пока лидирует. Десятый левел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Первый есть, и сразу умирает. Фрюкуэс, пришел на спавн противников. Он очень смелые решения делает. И прямо сейчас попадает просто каким-то боком в противника. Вылетает дальше. У него еще есть 9 потенциальных киллов. Делает ноу-скоп. Занимает сейчас лидирующую позицию, 7 фрагов. Фрюкуэс вылетает. И делает лютый килл. Что это с фрюкуэсом? У него сейчас 9 фрагов. По сути, это последний раунд, и у фрюкуэс пока что лидирует. Это впервые, когда он может выиграть. Я хочу за ним посмотреть. Он участвовал почти что во всех этих выпусках. Ай-яй-яй, фрюкуэс сейчас будет паниковать. Даня, сейчас у тебя самый близкий шанс. Если сейчас Даня не делает килл. Или хуже. То фрюкуэс выигрывает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, фрюкуэс уже не выигрывает. Даня пока лидирует. Даня пока лидирует. Еще один килл. 10 фрагов. Все, Даня уже должен был выиграть. Но он уже выиграл. Если он только сейчас самоубьется, что невозможно в этом режиме, он проигрывает. Ай-яй-яй-яй. Все. Даня, ты двигаться вообще будешь? Получается 10 фрагов у Дани. Побеждает у нас игрок по имени Даня. Поздравляю. Было очень близко фрюкуэс. Очень хорошая попытка. Но не повезло. Я за тебя болел. Заканчивается карта. И сейчас мы увидим вознаграждение победителя. Даня должен получить скин. И да. Даня получает скин. И это первый троп. Даня, можешь прямо сейчас забирать его с сайта. Приятные тигры. Второе задание. Сейчас мы заходим на режим дуэлс. И мы выбрали свободный сервер. Сюда уже зашли игроки. И они готовы выслушать мое задание. Молодые люди. Задание у нас такое. Сейчас я вам даю ровно одну минуту. Человек, который сделает больше всего фрагов, играет в дуэли с другим победителем. То есть два человека, которые набивают большее количество фрагов, играют в дуэль. И победитель уже получает приз. Так, ну что ж. У всех по ноль фрагов. Сейчас начинается мясорубка. 16 человек на сервере. Осталось всего лишь 36 секунд. Мне кажется, этого маловато даже. Нет, не маловато. А Катсу уже, оказывается, вышел просто максимально вперед. У него уже 10 фрагов. Как он играет вообще? Может быть он с рейджем? Катсу. Шикарный килл. Шикарный килл. 13 фрагов. Он против Микасы. Это что за анимешник? Я не понял. 5 секунд. 5 секунд. Катсу и Микаса. Катсу и Микаса. Добрый день. Все остановитесь, все остановитесь, ребят. В итоге победил Катсу и Микаса. Сейчас мы сделаем дуэль между этими игроками. И мы посмотрим, кто же получит скин. Ну что ж, Настя, твои ставки Микаса или Катсу? Я буду за Микасу. Так, Микаса делает первый килл. 1-0. 2-0. Так, я не понял. 3-0. 3-2. Неудача. Ай-яй-яй. Все, это прям финальное. Катсу не сдается. Как же хорошо, как же хорошо с Катсу играет. Какой счет? Я не знаю, какой счет. У них очень равная игра. Все, они остановились. Микаса выиграл. Какой счет у вас получился? 16-13 вроде. 16-13. Это было очень неплохо, ребят. Вы очень близко играли. Микаса. Прямо сейчас он получит скин не в скинченджере, а в настоящем. Идем дальше, ребят. Третье задание. Сейчас мы зашли на режим, который называется Тесран. Это старый режим, который из 1.6. Есть полоса препятствий. Есть один киллер, который нажимает на кнопочки и препятствия начинают работать. Выиграет тот человек, который пройдет эту карту 2 раза. Это самое быстрое задание, поэтому ребятам будет не так уж и сложно. Ну что ж, давайте, ребят. Не, ну слушайте, я немножко пропустил. Поэтому мне придется сейчас нажимать очень много. Ой, один щел все-таки живет. Да, один щел прошел уже. Воря. Ну, воря все. Нет, вот победитель. Вот победитель. И как его зовут? Фрюкс? Ты ж... Ой, как же было красиво. Так, и здесь. Здесь. Как же я красиво играю. Господи. У нас есть победитель уже. Уже. Это вообще гений какой-то. Кто это? Воря. Это я. Это ты очень сейчас красиво сыграл. Понятное дело, скин по стоимости будет не таким, как был до этого, потому что, ну, этот режим все-таки попроще. Поздравляем. Сейчас мы идем дальше. Мы на сайте Джидроп. Здесь у нас есть функция подарки. Если вы донатили на этот сайт по 150 рублей, то вы получаете три приза. Как только вы получите три приза, любой депозит от 1000 рублей дает вам любой подарок. К примеру, мне осталось еще 450 рублей закинуть, и я получу приз. Ну, давайте я это сейчас сделаю. Я закинул нужную сумму. Один подарок забрать. И нам падает за 354 рубля скин «Насыщенная вода» Статракмах 7. Кстати, тут из кейса UEFA 2020. Они совершенно бесплатные. Они откроются в тот момент, когда ребята из Джидропа решат это сделать. Это будет в социальных сетях. Условия будут написаны именно там. Ну что ж, я не крутил этот кейс, наверное, ну, полгода как минимум. Ворониная сталь. Это очень хорошо сейчас. Перчатки за 15 тысяч рублей. Обгон. Ну, слушайте, они неплохие. Я продаю, и у нас получается 12 542 рубля на балансе. Ну, а ссылочку на Джидроп я оставлю в описании. Не забудьте про эти два бесплатных кейса. Они скоро будут бесплатными, поэтому не пропустите. Ну, а мы идем дальше. Четвертый дроп. Режим «Пистол ДМ». Задача, ребят, сделать как можно больше киллов за 5 минут. Но не все так просто. И они сейчас такие все наивно бегают с пистолетиками. Но нет. Ребят, у вас в руках прямо сейчас должен быть револьвер. И вам дается ровно 5 минут на то, чтобы сделать большее количество фрагов. Тот, кто делает большее количество фрагов, тот и побеждает приз в этом режиме, в этом задании. Всем желаю удачи. Делаю рестарт, и мы начинаем игру. Пошел процесс. Сейчас у нас есть уже 5 фрагов. Че? Какое же странное оружие. Для кого оно существует? Ай-яй-яй, как же это было красиво. Сингл «Добрый день». Как он попадает? Как он попадает? Мы играем уже 3 минуты, и пока ни у кого даже нет 50 фрагов. То есть это оружие очень долгое. Сингла была бы другая ситуация совсем. Беброчка, ты что? Беброчка. 49 фрагов. Если прямо сейчас Беброчка проиграет это соревнование, то это будет вполне шутить для него. Почти всю игру он был на первом месте. 53 фрага против 51. Это очень близко играть. Беброчка и арс пауэр. 15 секунд. Равный счет. Равный счет. Так, сейчас я не буду выключать тап, чтобы мы бы увидели настоящего победителя. 54 на 55. 54 на 55. 54 на 56. 56 на 56. 57. Арс пауэр. Арс пауэр ты победил. В смысле? 56 было. Нет, пожалуйста. Сейчас это видео отправляется на модерацию. Вы сделали один тот же килл. В одну миллисекунду. Сейчас проверим. Все хорошо? Там была близкая ситуация. Короче, пойду смотреть. Ребят, смотрим сейчас этот момент. 55 на 56. 56 на 56? 0-1. У обоих 56. Ооо. 56. И на 59 появляется килл у арс пауэра. Да. Ну, заслуженно, по сути. Нет, в плане, что у обоих, если считать 5 минут, то у обоих 56. А, нет. Нет. Господи. Смотрите. Если замерить видео, то на 55 секунде, 0-0, у него уже есть 57 фрагов. Это просто нечто. Беброчка. Найстрай. Ну, сейчас арс пауэру очень сильно повезло. Внимание. Победителем этого турнира в этом задании является арс. Арс. И сейчас стой. То есть, стой. Правда? Как я все сказал. А, арс пауэр. Спасибо. Красава, мужик. Что такое? Может быть, как утешительный ему что-то дадим за рублей 500? Поздравляю победителей. Беброчка, ты получаешь утешительный приз. Спасибо большое. У меня лучше. Сейчас у нас будет очень сложное задание. Правда, сложное, потому что я сам его не пройду, скорее всего. Мы заходим на серф и не простой тир, а выбираем самый почти что сложный. Это нормал. И мы сейчас выберем того человека, кто пройдет ее быстрее всех. Сейчас вы все приглашены на карту гитара. Она не самая легкая и не самая сложная. Короче, средняк. Сейчас человек, который пройдет эту карту быстрее всех, побеждает приз. Время пошло. Если судить по тому, что я сейчас вижу, пока что все далеки. Пока что все очень далеки до победы. Катсу. Очень хорошая скорость. Добиться такой скорости это уже хорошо. И почти что он у финала. 2300 скорость. Скорость очень хорошая. Она позволяет ему прямо сейчас выиграть. Нет. Ай-яй-яй. Катсу на страй. Сейчас был конкурс, типа кто бы с... Так, ребят, Катсу. Катсу. Катсу, поздравляю. Все, все, все. Мы закончили. Катсу побеждает в этом испытании. Поздравляю, Катсу. Это реально было сложное задание. По факту было сложно. Карта Bhop X. Прямо сейчас вы начинаете всю игру. Побеждает тот человек, который проходит эту карту быстрее всех. Но я хочу все... Эта карта простая. Поэтому три первые прохождения. И из них мы выберем лучшую попытку. Все вы слышали? И три. Бартолом Мео. Это человек, который уже на втором стейдже. Пока что у него есть огромные шансы здесь что-то выиграть. Не знаю, где конец, но... Как же он хорошо это все делает, господи. Ну, он проходил эту карту. Главное здесь не профилить. Он делает все шикарно. Я все. Бартолом Мео, ты первый человек. Идем дальше. Еще два человека должны пройти. А, все. Получается, второй у нас есть. Но здесь уже все равно. Кассу второе место занимает. И у тебя нет уже попытки сделать еще раз. Получается, если сейчас... А, и ФРК занимает 4-5-4. Все. Бартолом Мео побеждает в этом соревновании. Можете его поздравить. Бартолом Мео, ты уже второй раз побеждаешь. Какие у тебя эмоции? Третий. Третий? Да. Это три выпуска или как это было? Три выпуска, три выпуска. Кошмар, брат, ломи. А какой у тебя ник был? Интерактив. Интерактив, ты это? Да. Черт. Ай-яй-яй. Поздравляю тебя, дружище. Интерактив. Окей. Интерактив, поздравляю. Сейчас мы тебе выдадим скин за 600 рублей. Интерактив, поздравляю тебя. Очень жестко. А, все. Интерактив. Поздравляю. Да, Интерактив у нас выигрывает в этом соревновании. Ой, Эликс. Очень красивый. А ты модератор у нас? Я был главным, не в армии. А почему ушел? В армию уходить. Элик, Эликс. В армию уйдет и там будет Собершок пиарить. Слушай, да, проперешь Собершок в армии? Без бы. Бартоломею. Это мой кентик, это мой кентик. Такая же ситуация. Первые три прохождения получает слот на победу. Лучшее прохождение по времени побеждает приз. Все готовы? Пока что все близки. Ну, это логично. Здесь упасть это надо уметь. Бартоломею как-то уверенно бежит. Но мне кажется, что он бежит не туда, куда нужно. А, так Бартоломею как раз таки дальше всех уже. Ребят, я боюсь вам сказать такую вещь. Но, возможно, персонаж по имени Бартоломею сможет выиграть даже сейчас. И это будет уже его четвертая победа. Бартоломею, 3 минуты 0,9. Ждем твоих следующих противников. Катсу, 4,05. Ну, ты второе место. 5,41 и 5,39. Фркс, ну ты был везде близок, бро. Рано или поздно выиграешь. Финальный дропчик. Побеждает человек по имени Бартоломею. Поздравляю, дружище. Два дропа за один ролик. Такого еще никогда не было. На этом закончились, получается, дропы скинов на Сибиршоке. Честно скажу, выпуск хороший. Попытки были у всех хорошие. Реакции были так же. Все насыщенные. Все были радостные. И даже были на этот раз утешительные призы. Играйте на Сибиршоке. Мы делаем площадку все интереснее и интереснее. Ну и, понятное дело, такие вот раздачи мы никогда не будем забывать. С тобой был я, Эрик Шоков. Посмотри другие выпуски дропа скинов. Может быть, ты их пропустил. Не забудь подписаться. Я с тобой прощаюсь, но ненадолго. Пока.